Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ровно неделю назад один из депутатов, это Горелкин, выпустил законопроект о том, ну, об ограничении, там, информационно значимых ресурсах. Но он абсолютно не скрывает, что этот законопроект направлен исключительно против одной единственной компании, фактически это Яндекс, в меньшей степени Mail.ru Group. Вот, и этот законопроект направлен на то, чтобы захватить, ну, захватить эту компанию, грубо говоря, захватить руководство этой компанией. Ну, что значит захватить? Ну, поставить под государственный контроль, грубо говоря. Вот, и где-то я почитал, что вот такие законопроекты, они вбрасываются для того, чтобы узнать мнение общественности на тот или иной вот инициативу законотворческую. И поэтому я хочу, вот, как один из представителей этой самой общественности, может быть, не самый большой, конечно же, вот, ну, высказать свое мнение, свое соображение. Ну, а вы, если посчитаете нужным, просто прокомментируйте это, скажите свое отношение, согласны вы или не согласны. Если вы не согласны, то в чем вы не согласны. И, соответственно, если возможно, поделитесь вот этим видео в своих соцсетях. Итак, мое отношение. Смотрите, меня в детстве учили в школе о том, что такое государство. Есть страна. Страна, что это такое? Страна – это территория. И страна – это сообщество, которое живет на данной территории. Разные люди. И государство – это надстройка над страной, которая осуществляет, ну, которая должна заботиться об интересах данной страны, чтобы страна развивалась, ну, то есть это надстройка, которая призвана осуществлять, вот, руководство страной, чтобы страна развивалась максимально для блага сограждан. Что это значит? Это значит, что государство должно, ну, прежде всего, создать условия для того, чтобы было милосердное отношение к тем, кто не может работать, то есть к детям, старикам и инвалидам, обеспечить им нормальное существование. Вот. И оно должно обеспечивать различные, ну, какие-то вот законы, соотношения, которые позволят государству максимальным образом экономически, скажем, развиваться, для того, чтобы удовлетворять интересы своих сограждан, чтобы защищать интересы этих сограждан, и для того, чтобы наказывать тех сограждан, которые, в общем-то, препятствуют нормальному развитию страны, то есть там каких-то преступников ловить, тех, которые пытаются развалить страну, это там ФСБ, например, должно заботиться об этом. Вот такие свойства. Да, еще функции государства – это обеспечить нормальную медицину и нормальное образование. Вот такие, на мой взгляд, функции должно нести государство. И, то есть, если вот есть полиция, там, медицина и так далее, и так далее, и высший орган государства, высший законодательный орган государства – это Государственная Дума. И Государственная Дума через депутатов своих вот осуществляет, ну, пишет законы, по которым живет вся страна и развивается экономически лучшим образом, для того, чтобы большинству сограждан было жить лучше, чтобы они развивались. Вот. И депутат, в частности, вот Горелкин, он представитель этой самой Государственной Думы. И давайте проанализируем тот закон, который он пытается внес в Госдуму, законопроект. Вот. То есть, он не скрывает, что этот законопроект направлен на то, чтобы отобрать руководство компанией, крупнейшей IT-компанией Яндекс, которую создал ее создатель Аркадий Волож. Потому что много лет назад он сказал, что, ребята, мы – россияне, и у нас полно талантливых людей, и мы вполне можем создать лучший в мире, ну, тогда поисковик был, лучший в мире поисковик Яндекс, и он загорелся этой идеей, он собрал вокруг себя, значит, энтузиастов, он говорит, ребята, давайте мы создадим лучший в мире поисковик Яндекс. И они это сделали. Это был поисковик Яндекс, который, вот, вообще, значит, ну, порвал все, значит, там, лучшие алгоритмы они придумали в мире, лучшие алгоритмы, ребята, вот, поиск там и так далее, и так далее, контекстная реклама потом пошла. Он говорит, мы будем, что такое поисковик, мы понимаем, чем интересуются люди, и мы даем рекламу ту, которая нужна именно этому человеку, таргетированная. Такая реклама стоит дороже, поэтому мы будем на этом зарабатывать деньги, вот. Ну, на самом деле, естественно, значит, там, не надо подросткам или, там, хипстерам предлагать лекарства от простатита, и наоборот, не надо старикам предлагать какие-то штанишки и дудочки, правильно? Вот, поэтому все это разумно. Вот, потом появился, не поисковик, навигатор Яндекс.Навигатор, который, используя геоданные, которые дают люди о своем положении, он их анализирует и, соответственно, делает информацию о пробках. Это огромная работа по созданию карт Яндекс.Навигатор, и, соответственно, это все тоже пошло, и навигатор Яндекс тоже один из самых лучших. Дальше пошли, значит, с использованием геоданных, это Яндекс.Еда и так далее, и так далее, и так далее. Вот, кто является конкурентами Яндекс? Конкурентами Яндекс является. Во всем мире этим занимается, скажем, ну, компания Google собирает данные. Это компания Google, есть Google Maps и Google Навигатор, которым пользуются, ну, во всем мире пользуются больше Гуглом, но Яндекс тоже туда проникает. Понимаете? И Яндекс был российской компанией. И у Гугла есть свой поисковик, который точно так же, как Яндекс в свое время порвал все рамки, он побил Яху, так же, как у нас Яндекс побил Рамблера. Вот, и, соответственно, ну, Google захватил практически весь мир. Вот, есть еще конкуренты, это китайские там поисковики соответствующие, я не знаю, навигатор есть у китайцев или нет, но, значит, китайцы захватывают свой сектор мира, это своя страна Китай, они отгородились от Гугла и от Фейсбука, и, соответственно, они их запретили просто на своей территории, но у них на территории есть свои поисковики, у них на территории действуют только китайские, значит, там, сервисы, которые не то что не хуже, они лучше, чем Google, скажем, и... То есть они это сделали, и китайцы через своих же китайцев во всем мире используют вот эти вот сервисы уже в других странах, потому что куда мы не приедем, мы всюду видим китайцев. Вот, вторым конкурентом Яндекса является компания Фейсбук, которая... Ну, это что такое Фейсбук? Да, и Гугл, Гугл, я забыл про Гугл, еще сказать, что Гугл это... Гугл это поисковик, Гугл это Гугл-карты, и Гугл это операционная система Андроид, которая стоит практически, ну, на большей части, там, в районе 70, по-моему, или 75% смартфонов работают под операционной системой Гугл, Андроид. И в систему Андроид входит по умолчанию Гугл Мапс, то есть все геоданные со всех смартфонов собираются Гуглом. И Гугл прекрасно знает, там есть, если вы зайдете в Гугл Хроники, то вы прекрасно увидите, где вы находились, когда, где, с кем, в какой момент времени. То есть эта информация вся анализируется. Вторая компания, которая занимается сбором информации больше всего, это компания Facebook. Facebook это не только социальная сеть, Facebook, которая тоже у нас очень-очень популярна на самом деле. Но Facebook это еще и Instagram. Instagram у нас более популярна сеть, чем Facebook. Посмотрите, в метро все сидят в Instagram, а это Facebook. И в Instagram тоже есть геоданные, геометки. И Instagram прекрасно показывает, где сделана та или иная фотография. Вот. И это не все. Facebook это, если кто не знал, WhatsApp это тоже Facebook. И Facebook знает все сообщения, которые посылаются в WhatsApp, чем интересуются люди. Facebook знает все, что пишут люди в Instagram и обмениваются данными. Он тоже собирает эти данные через соцсети. Facebook собирает. Вот. Но все остальное, всю остальную территорию занимает всякие iOS, значит, устройства, как их называются, Apple-овские, iPhone. Вот. Смотрите. iPhone – американская компания, Facebook – американская компания, Google – американская компания. Депутат Горелкин недвусмысленно прямо заявляет, что эти компании ни в коем случае не ограничивают действия иностранных, там, скажем, Facebook и Google. Они направлены только на то, чтобы ограничить работу Яндекса, который работает в России. То есть инициатива государственного депутата Государственной Думы от «Единой России» направлена на то, чтобы задавить конкретную компанию, которая работает на российском рынке, и которая была российской, но ее вынудили стать нидерландской сейчас. Они переехали в Нидерланды и уже платят достаточно большую часть налогов не в России, а в Нидерландах. И сейчас хотят ее совсем лишить бизнеса, того, который остался в России, для того, чтобы дать преимущество компаниям Facebook и Google. Это первое соображение. Но китайцы поступают ровным счетом наоборот. Они свою Байду и Tencent продвигают наоборот на иностранном рынке. И Яндекс, такие сервисы, как Яндекс.Такси, Яндекс.Навигатор, все готово для того, чтобы осуществлять экспансию на международных рынках. То есть надо помогать компании Яндекс развиваться там и поощрять ее, а не душить. Вот это первое мое соображение. То есть вот исходя из того, что я сказал ранее, то есть депутат Государственной Думы должен заботиться о том, чтобы бизнес в России чувствовал себя хорошо, и российские компании расширяли свой бизнес. Вместо этого он гасит российские компании и помогает американским компаниям. То есть я бы сказал, что это буквально государственная измена. Я не знаю, что вы думаете по этому поводу, но напишите. Вот. Что еще я хочу сказать? Что смотрите, наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин говорит, что России нужны, неоднократно говорил, что России нужны талантливые люди, России нужны умные люди, поэтому, значит, я сделаю все, чтобы умные возвращались, сказать, что Россия станет, что все умные люди начнут возвращаться. Но вот давайте посмотрим на практику. У нас была компания, которая собирала тоже данные, это соцсети, я уже упомянул, Facebook собирает информацию о людях еще и через социальные сети. У нас была такая социальная сеть, которую создал гениальнейший человек российский. Это Павел Дуров, он создал социальную сеть ВКонтакте. Это социальная сеть ВКонтакте, действительно лучшая сеть, и действительно она более популярна в России. Другая социальная сеть – это Одноклассники, которая принадлежит Mail.ru Group, и они тоже очень-очень популярны. И Павел Дуров тоже создал такую команду обалденную, которую единомышленников, которые создали вот эту самую лучшую сеть. Но вы знаете, что случилось с Павлом Дуровым. Его вынудили, просто выдавили. И сейчас это уже не российский предприниматель, не российский гениальный человек. И все происходит с точностью до наоборот, к тем словам, которые говорил наш уважаемый президент перед избранием. То есть талантливые люди не привлекаются страной, чтобы они приезжали сюда, а наоборот выталкиваются из страны. Пример – Павел Дуров уехал со всей своей командой. Пример – Аркадий Волош, основатель Яндекса, уже в Голландии. Значит, Яндекс зарегистрирован, и уже достаточно большая часть людей переезжает туда. И в связи с вот этой инициативой, там женщина была, один из руководителя Яндекса, говорит, что, в общем-то, специалистов из Яндекса активнейшим образом переманивают компании Google и Facebook. И они уходят. Сейчас они держатся, потому что они вдохновлены вот этим вот общим Аркадьем Воложем, грубо говоря, потому что там есть свой драйв, свои инициативы. Но если это уберут, то, конечно, достаточно большая часть уйдет. Потому что зачем работать? Ну, душа уйдет из компании, понимаете? Вот так же, как душа ушла из компании Евросеть, скажем, так же, как душа ушла из компании ВКонтакте, выдавливаются люди из страны, кем выдавливаются, талантливые люди из страны, кем выдавливаются, руководством страны в лице депутатов Государственной Думы. Вот такое мое отношение к данной законодательной инициативе. То есть вы хотели узнать мнение общественности. Вот я, как один из представителей, высказываю свое мнение. Вот. И предлагаю вам, дорогие зрители, написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу, разделяете вы это или нет. Может быть, я не прав на самом деле. Может быть, действительно надо, чтобы российские граждане были на 80% владельцами тех компаний, значимых, которые работают в России. Но с Гуглом-то так не получится, понимаете? И с Фейсбуком так не получится. Значит, надо давить своих. Ну, вот напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. А сейчас спасибо за внимание, лайк и до встречи. С вами был Демитков Юрий.